ребят всем привет сегодня 12 марта сегодня закрывают границы в 10 вечера чего тут творится и как люди готовятся к карантину какой ажиотаж в европе хочу рассказать о вирусе о коронавирусе и о том какие трудности ну лично у меня сложились получаются значит как человек прагматичный я на самом деле не особо верю в такую вот как бы это правильно сказать авантюру то что это действительно опасно от ибола умерло гораздо больше людей вода понятно заразились но летальных случаев немного но как бы там ни было паника охватила всех и в том числе и нас прилетела к нам с украины очень сладкая весть сегодняшнего дня закрывает 170 пунктов перетону кордону то есть 170 пунктов где можно перейти границу с украиной тупо нахрен закрывает мы завтра просто офигеем от той очереди которая будет я даже боюсь представить сколько мы будем стоять на таможне я просто дико улыбаюсь и истерично ржу значит у нас вообще интересное стечение обстоятельств у нас мы попали на в литве на день независимости и после дня независимости соответственно было дурное оформление которое такое тяжелое и в этот момент закрывает украинские границы объявляет карантин в общем что там на границах я еще не знаю но обещают быть весело это как раз сейчас тот редкий случай когда неслыханно повезло тому что мы именно на литовских номерах то есть то что мы имеем сейчас литовские номера на этой машине нам просто пипец как неслыханно повезло реальный срач 3 ведь творится возле регитры вот сейчас за моей спиной там очередь уже в два кольца то есть там места нет на парковке совсем вот мы специально даже выехали на соседний супермаркет для того чтобы хотя бы прикрутить номера там реальный коллапс хаос я не знаю почему может связи с коронавирусом первое время чумы или что-то еще возможно после того что здесь был праздник день независимости литвы и столпилось такое большое количество автомобилей но реально ажиотаж мариамполе просто бешеный я такого не видел очень очень давно самом деле мы уже давно оформлены и по факту нам то осталось тут ехать до кордона не так много но нас кошмарят мы готовимся уже оформлены застрахованы с полным пакетом документов готовы ехать дорогу но с учетом того что из 240 по моему одного пункта 170 закрывают сегодняшнего дня то заедем и наверное возьмем как минимум воды заодно и посмотрим если кипиш действительно тот который показывают по телевизору в украине именно здесь в европе специально заеду в какой-нибудь гипермаркет супермаркет о лидл лидл это то место где людей всегда было немало и если есть действительно паника то она именно там и будет потому что цены там ниже чем других маркетах литва мариамполе лидл город мариамполе это из таких более менее средних городов максимально ближний который к польской границе то есть в европе идет кипиш по количеству припаркованных автомобилей видите что народу в самом супермаркете не мало на всякий случай показываю что сегодня 12 марта ну и пошел я в середину 12 килограмм гречки килограмм соли там пол полет и воды то понятно что людей здесь муханки все что есть красиво нормально прикольный да в общем такого чтобы был какой-то ажиотаж ну я например не вижу все тихо все спокойно на полках мягкий свежий хлеб без лишь всего как видим спокойствие никакого ажиотажа не знаю посмотрим что будет возле польской границы но пока тихо и спокойно всяких молочных продуктов сыров колбасы рыбы всего остального просто немерено в общем есть все и то что заканчивается здесь что-то ну по крайней мере в литве такого ну не наблюдается здесь все ровно тихо спокойно никакой паники нету такой как показывают по телевизору на кассах работают довольно быстро перегруженных тележек нету все обычно все в стандартном режиме все как всегда как в обычный будний день после праздника по крайней мере тут все тихо спокойно едем дальше по причине коронавируса закрывают границы но мы решили в литве затариться едой не знаю насколько это нужно необходимо но наши парни стоят на границе уже порядка 20 часов и еще до границы довольно далеко вот соответственно все что впереди по как бы это правильно сказать чем ближе границы тем меньше еды на полках поэтому решили мы как минимум взять здесь воды единственный момент я так понимаю что мы сейчас заедем еще в аптеку на всякий случай купим чего-то от температуры потому что если не дай бог вот здесь вот подхватим простой простудифилис или же простуду в простонародье очень бы не хотелось попасть на 14 дней как минимум в карантин в чужой стране поэтому если вдруг у кого-то будет температура то будем жертвы колеса как оказалось товарищи которые лазят по мусорникам здесь тоже есть ранее никогда не придавал этому внимание какого-либо значения но люди нуждающихся в мусоре как бы тоже можно увидеть как правило не собирают всякие банки из-под пива которая здесь можно сдать по 10 центов пластиковые бутылки может быть кто-то что-то выбросит полезного из ненужного телефона или еще чего-то то что можно будет потом продать таможня польская с литовской стороны никакого ажиотажа нет никто ничего не останавливает проезжаем свободно никакой кипиша пока нет что творится впереди будем посмотреть заехав в польшу только пересекли границу сразу поляки информируют о том что стране эпидемия бушует коронавирус дополнительная информация на сайте что будет на кордоне не знаю ну пока едем до границы осталось 300 километров ну пока все тихо все спокойно по радио говорят что в польше 47 инфицированных людей едем ближе границы будут новости будем освещать смотреть чуть я очкую этом очередь будет стрём есть конечно стрём стрём есть в том что вот есть информация следующего характера информация о том какие кп будут открыты и какие будут закрыты значит по словам таможенников и брокеров которых я знаю говорят что ягодын будет точно открыт некоторые информационные каналы нагнетают обстановку что ягодын будет закрыт проблема лично для нас будет заключаться в следующем можно будет перейти на другом пункте по ретану кордону но вопрос заключается в том что можно перейти в рамках одной области а по волынской области ни одна таможня ничего не пропускает все границы закрыты и вот что делать дальше реально большой вопрос да стрём есть в любом случае зато тут написано что премьер-министр дыри денис шмыгаль я хоть кстати буду знать кто у нас сейчас премьер-министр а то как-то меня политика вообще особо не жарит потому как это болото и все остальное после оголошения краины заявил что с 12 березня уряд закрывает двести девятнадцать пунктов то есть тупо все из двое не то в общем суть следующим их всего там 200 то ли 19 то ли 221 пунктов перехода в украину закрывается 170 чем-то но такие вот новости которые ну стрёмные скажем так 219 закрыта меня аж улыбнуло больше недалеко от границы лидл ажиотажа не вижу думаю что продуктов хватает и и все ровно поэтому то что показывают в новостях думаю наддуманная хрень хотя еще посмотрим ближе к кордону окей страж граничный и остановил нас страж граничный на проверку документов хорошо что мы вовремя купили обереги что такое береги так вот обереги это такие штуки за которые дяди полицейские вернее полицейским особо пофиг а вот дяди в общем стражи граничные пограничники на нашем они могут запросто выписать мандат карный то без штраф на русском языке это аптечка знак аварийной остановки и огнетушитель вот если всех этих вещей нет в машине и по требованию они покажут покажи а их нету то штраф за такое деяние или злодеяние по 50 злотых за каждую позицию да так что делают стражи граничные я не знаю чего не так далеко от границы делают потому что нам еще до границы 220 километров они проверяют движение миграционных служб они являются миграционной службы проверяют не превышен ли у нас лимит перебывания в зоне евросоюза по напомню что кто не знает по паспорту можно перебывать по безвизовому 90 дней в 180 календарных днях так как сделать тише вот так тише вот если больше 90 дней это будет депортация мнение нормально это типа нормальная практика да 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 это они сейчас проверят сколько мы дней да то есть нет ли у нас каких-то нарушений или чего-то еще так проверяйте чаще и шее я е я е мне кстати так неудобно печать в паспорте поставили на въезде такое еще поставил вообще вот сюда на середину страницы меня в этот раз так чуть-чуть штурмили во-первых весь самолет выпустили меня оставили и начали считать мои дни перебывания я им говорю четко сколько у меня еще дней осталось они нифига мы считаем у тебя много печатей подозрений на то что ты слишком много ездишь у меня же он весь практически пару страниц осталось свободно чё блядь я думал очередь очередь за мостом спускаемся уже граница и так подведем итоги коронавирус эпидемия закрытые границы ну вот вам подтверждение факта того что там где светов вот там где светится за моей спиной светофор вот там уже граница вот очередь на мосту то есть грубо говоря мост закончился и я могу сказать смело что это обычный режим ничего такого страж граничный едет уйду потому что вандат выпишут карный ничего необычного здесь нету по крайней мере может быть я только удачно попал может быть еще что-то ну в общем вот такая ситуация на границе коронавирус зло все плохо но с вами был николай тарануха киев компания один авто всем удачи на дорогах всем пока пока